Строительство метро всегда сопряжено с временными неудобствами и техническими сложностями. Во время возведения новой станции театральная специалисты особое внимание уделяют инженерным коммуникациям. Их в зоне метростроя и рядом достаточно. Здесь проходят трубы горячего и холодного водоснабжения, системы электроснабжения и сетевые кабели. Сейчас в исторической части города активно трудятся над укреплением коллектора. Специалисты поясняют, что работы с коллектором спокойно могут вестись и в ночное время, без ограничения движения, но с частичным сужением проезжей части. Вскоре профильные службы планируют скорректировать схему. В ближайшее время будет частичное ограничение движения по улице Вилоновской на пересечении с улицы Вилоновской под сооружение камеры и прокола водопровода диаметром 800 мм. Будет ограничено две полосы. Сложности нет. Все сложности, которые встретились на пути реализации, это несоответствие старых сводных планов сетей, фактически расположенной там трубе. Предстоящее ограничение движения и ситуацию с коммуникациями разбирали на совещании в мэрии города. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. Также присутствовал министр строительства области Николай Плаксин и представители профильных служб. Работа на инженерных коммуникациях необходима. Тоннелепроходческий комплекс пойдет под землей, чтобы он не задел ни трубы, ни кабеля. Все это нужно переносить, а также укрепить существующие коммуникации, которые проходят вдоль трассы комплекса. Из-за этого самарцев в скором времени ждут дополнительные временные ограничения движения. Помимо улицы Галаксионовской перекроют и Вилоновскую на три дня. Будут работать на участке от улицы Молодогвардейской до Самарской. По поводу закрытия Вилоновской на три дня. Срок пока не определен для того, чтобы сделать три пересечки по электроснабжению и одна труба теплая, которую одномоментно нужно будет отремонтировать. Им срок поставили. Все работы, которые по пересосим будем закрывать до 25 апреля. Тем временем специалисты получили разрешение профильного министерства России на строительство уже основного этапа, проходческого. А сейчас идет процедура регистрации особо опасного технически сложного объекта в Ростехнадзоре. Напомним, что в дальнейшем проходчик начнет движение в сторону перекрестка улиц Полевой Новосадовой. Установка преодолеет больше полутора километров под землей. Продолжают трудиться и во второй зоне метростроя. На пересечении улиц Полевой Новосадовой к середине апреля специалисты готовят стартовый котлован к приемке элементов второго тоннеля проходческого комплекса и его монтажу. Сейчас на площадке занимаются фундаментной плиткой, что необходимо для возможности монтажа комплекса. Территорию готовят и для того, чтобы в будущем разместить здесь автокран, который вновь и доставят из Москвы, чтобы собрать второй проходчик. Подготовка необходима, чтобы переустроенные инженерные сети вынесли нагрузку, и кран своим весом не повредил подземные коммуникации. Михаил Ермоленко, Николай Пифанов. События.